Всем привет-привет! Хочу еще вам сделать маленькое видео о том, что санатории и что нужно делать, потому что многие люди очень ждут и ответов нет. Значит, вы не переживайте, потому что мы, вы видите, сами проживаем в такое вот непростое историческое время, связанное с ковидом. Вы видите, что очень много опять случаев заболевших в Италии. Есть зоны красные, оранжевые и желтые зоны. Конечно, эта зараза очень и очень такая, как вам сказать, заразная, потому что я не верила в это, пока не начали болеть люди, тех, которых я знаю, которые там находятся рядышком. Поэтому вы не переживайте, все это очень медленно, столько человек не могут вызвать, они не работают с документами. Куда бы я ни ходила, что бы я ни делала, это нужно там заказывать аппунтаменты. Есть специальные такие коморки, можно сказать, куда вы приходите для того, чтобы сдать какие-то документы. Если это возможно не делать, они вас, меня, например, просят там все это делать онлайн. Поэтому вы не беспокойтесь. Permesso di soggiorno, первое вид на жительство, которое по легализации, оно никогда не выходило быстро, даже без вот таких проблем. Бюрократическая машина в Италии, она очень и очень долгая. А в процессе вот этого ковида и все, что с этим связано, все настолько вот затормозилось, так скажем, поэтому вы совсем не переживайте на этот счет. Естественно, что я вас понимаю, у вас есть семьи, некоторые люди по два, по три, по пять лет не видели своей семьи, хотят поехать и увидеть, получить наконец-то это permesso. Многие работают и ужас, они просто терпят. И я знаю, потому что я с вами разговариваю в фейсбуке, в мессенджере, в ватсабе я с вами разговариваю. Я знаю, сколько из вас просто терпят, чтобы получить этот вид на жительство и уйти. Но что я вам могу сказать, дорогие, только терпение. Но все, кто подался, вас вызовут в эту префектуру. Конечно, кто подавался, как бы уже у него было перед этим вид на жительство, но оно закончило свой срок действия, они быстрее им дали аппунтаменту. Есть, многих уже вызывали в префектуру, но есть еще люди, которых даже в префектуру не вызывали. Вы об этом не беспокойтесь. Как только вызовут вас в префектуру, вам дадут кодочи фискаля, налоговый номер, вам выдадут пакет документов. Что хочу сказать по этому поводу. Когда вам выдают пакет документов, не оставляйте у своих хозяев. Потому что многие итальянцы слушают непонятно как, потом ищут эти все документы в попыхах. Пакет документов после того, как вы подписали контракт в префектуру, вы должны иметь в своих руках весь. Потому что вы лично должны идти на почту и его отправлять. И когда вы на почте заплатите за все, отправите этот конверт, вам уже выдадут аппунтамента. Это дату, на когда вам явиться в вашу квестуру для отпечатков пальцев. Поэтому будьте очень осторожны. Потому что мне очень многие звонят и говорят, мне выдали кодочи фискаля, я подписал контракт, не знаю какой контракт я подписал, ничего я не отправила. Я говорю, ну как вы на почту не ходили, вам не давали вот такую большую бусту, большой конверсию. Да, да, давали, хозяйка забрала, она сказала, она сама все сделает. Она не может сама все сделать без вас, потому что это лично вы должны это делать. Поэтому следите за всем этим, удачи вам, держитесь, принимайте все меры предосторожности, одевайте эти маски, дезинфицируйте руки. Старайтесь быть подальше от людей, потому что, конечно, уже не такой агрессивный этот вирус. Очень много заболевших, но уже в более легкой форме. Но, тем не менее, старайтесь быть очень и очень, ну, пруденты, как они говорят, осторожными во всех этих случаях. Теперь, у кого есть даже вот это речевута, которую вам выдали с кафа, и у вас там что-то заболело, у вас грипп, или у вас температура, или у вас заболела нога, у вас заболела рука, у вас заболела, ну, будь что у вас заболела, вы не беспокойтесь, в своем городе, где вы проживаете, ищите, где у вас гвардия медика, и вы, например, гвардия медика, она работает в субботу и воскресенье, и ночью тоже. Вы запросто можете туда обращаться, и врач, который вас примет, если у вас давление, ну, что бы ни случилось, он вам там выпишет рецепт. Потому что очень многие этим интересовались, что делать, мне болит там, у меня давление, куда мне идти, что мне делать. Есть гвардия, медика называется, в субботу и воскресенье, когда у вас выходной, ищите в вашем городе, это в гугле можно посмотреть, и идите туда. Я с вами прощаюсь, удачи, терпения, и всем быстрее, быстрее получите ответ на жительство.